и зимой мы будем кушать вот такую вот приготовленную ягоду собственного приготовления с тем количеством положительной энергии которую мы с вами в течение лета собрали и завакуумировали привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег друзья сегодня сразу обозначаю тема будет не о собаках а тема будет о сушке ягоды и я буду вам сейчас рассказывать вот такой сушилки ротор название у этой сушилки просто обещал многие спрашивали когда я приобрел эту сушилку чтобы я провел небольшой обзор итак у нас сибири сейчас поспела ягода под названием жимолость сибирский виноград и еще называют и вот эту жимолость мы сейчас с вами будем сушить давайте я расскажу о почему я именно выбрал именно эту сушилку долго искал долго копался в интернете и по соотношению цена-качество я выбрал именно вот эту сушилку отечественного производства выписывал я ее вообще с москвы хотя производит ее на алтай то есть совсем недалеко там я проживаю значит смотрите пластик непрозрачный в отличие от многих других сушилок и почему я выбрал именно не прозрачный пластик потому что почитав отзывы как бы люди пишут что прозрачный пластик процессы процессе того что идет значит теплый поток воздуха когда сушится он более хрупкий поэтому вот такой пластик именно рекомендуют люди которые пользуются уже давным-давно такими сушилками у людей вот такая вот сушилка именно ротор находится в эксплуатации уже не один год и даже не два не три а 5 и 7 лет то есть как бы аппарат зарекомендовал себя достаточно хорошо плюс тому же ко всему комплектация идет из пяти поддонов и также есть комплектация из трех поддонов ну естественно это комплектация из трех поддонов выходит немножко подешевле здесь также идет терморегулятор который вы можете выставить от нуля то есть просто когда вентилятор работает до семидесяти градусов что вполне достаточно для того чтобы просушивать вплоть до того что и мясо в том числе на верхней крышке если вы забудете есть небольшая схема какие продукты в каком количестве и по времени и по температуре выставления значит как бы есть вот такая вот напоминалочка который можно пользоваться поддоны вот такие вот сплошные и чисто по техническим характеристикам она меня еще устроила потому что у нее класс энергосбережения а то есть она очень мало кушает электричество ну да мотает счетчику на достаточно мало потом по классу шумности она тоже достаточно тихая поэтому можно включить ее где-то в комнате где вы находитесь недалеко и особо напрягать вас не будет вот это дребезжание там или визжание вентилятора который находится внизу ну и так давайте значит как бы вот у нас есть ягодка моя любимая теща сходила недавно насобирала ее жимолость и сейчас мы будем с вами ее закладывать и сушить значит для меня этот опыт будет первый раз здесь написано что ягоды сушатся при температуре 40 60 градусов по времени 46 часов ну посмотрим я прожималась почитал что вроде как сушит ее где-то порядка 60 градусов это отдельно в интернете в электросушилке где-то 12-14 часов но будем смотреть я до сильно высушивать я году не хочу я хочу чтобы она все-таки напоминала собой я году и потом я впоследствии и и закатаю в вакуумную упаковку положу в холодильник и среди зимы мы будем ее кушать ну и так давайте сейчас мы будем рассыпать но естественно если эта ягода была собрана с места которое вы не знаете или не с вашего огорода да то естественно то мало ли она обрабатывала с какими-то удобрениями пыль дорога там и так далее ее нужно помыть ну я мыть не стал потому что как бы я знаю здесь никто ничего не опрыскивал пыль дорога доходится далеко поэтому как бы я уверен в этой ягоде я не буду ее лишний раз мочить в общем в эту сушилку по ее техническим характеристикам входит ведро яблок поэтому сейчас мы посмотрим вот у нас бетон я сильно много рассыпать не буду для того чтобы как бы теплый воздух проходил сколько у меня тут всего этого войдет ягоды нашей думаю что жимолость получится достаточно вкусно почему то есть у меня такая уверенность если она мне кажется что она горчит да ну такая вот жимолость она и есть и то мне кажется что в процессе сушки вот это горечь уйдет но посмотрим на практике как это будет повторюсь что как бы я не буду много насыпать для того чтобы воздух проходил говорят что в процессе сушки нужно там через 4-6 часов 2-3 часа в зависимости от того как вы все это зарядили менять местами вверх-вниз но вот как раз мы в этом во всем и посмотрим как это все будет выглядеть итак у меня получилось 4 поддона причем увидите да что я как бы сильно не нагружал по 4 поддона сейчас я их устанавливаю на мою электросушилку которую я долго ждал искал долго которая меня надеюсь обрадует своим результатом вместе с ним и вы тоже заодно посмотрите как работает эта сушилка один поддон видите я убрал ну естественно я ее занесу потом от дождя от всего на свете куда-то в помещение единственным минусом этой сушилки является то что как бы она не не обладает таймером время здесь не выставишь но сейчас очень много продается в магазинах в электронике в электромагазинах таймеров которые можно включить дополнительно в розетку они есть как в электронном виде так и механической видео у меня тоже такой таймер присутствует мне надо будет привести его из дома на будущее сейчас пока его нет у меня принципе это небольшая проблема стоят эти таймеры на одну две три розетки от 200 там до тысячи полторы тысячи рублей поэтому это не проблема сразу выставляю я 60 градусов и включаю в розетку сушилка начала работать вот я вот здесь слышу потихонечку как она работает не знаю как там на видеокамере будет слышно или не будет слышно и так засекаем мы время сейчас время у нас где-то и сколько телефона нет у тебя так время у нас 13 часов 15 минут и так в общем прошло два часа чуть больше двух часов запах здесь ну естественно я перенес это все с природы на к себе в мастерскую запах здесь стоит такой конкретного компота вообще поэтому давайте сейчас посмотрим что тут у нас происходит я буду перекладывать сюда поддоны на кровать здесь верху у меня смородины листья там один поддон же у нас оставался как вы помните положили несколько листьев смородины так вот верхний поддон ну шибкая разницы особо не вижу видно что она подсохла конечно но разница не очень второй поддон примерно такой же мы сейчас их местами меняем то есть этот был верхний становится нижним тут тоже не особо видно что подсыхает два часа повторюсь прошло времени ну и нижний поддон ну нижний поддон кстати более заметно вот она уже начинает здесь сморщиваться так морщиночки такие появляется тепленько истинка вкусненькая сладенько не так я сейчас их поменял местами как рекомендовано верхний поддон поставила вниз в общем получился такая вот что ягода подсохла вот она до состояния изюма дошла такого да я думаю что этого вполне достаточно будет давайте попробуем что она себя представляет ну кисленькая такая ягода жимолость сейчас я оставлю в поддонах это все дело на несколько часов чтобы это все остыло отстоялось дошло до нормы потом мы все это будем вакуумировать всего до встречи